Дорогой читатель, апостол Павел, наставляя в вере христиан города Ефеса, возвещает «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Именно эти удивительные слова, на мой взгляд, являются лучшим эпиграфом книги «Новомученики Слудско-Солигорской епархии», составленной протеереем Александром Шкляревским и Светланой Волоховой. В книгу вошли 12 жизнеописаний угодников Божьих, подвязавшихся в пределах нынешней Слудско-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви и прославленных в Соборе Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Факты, установленные историками, свидетельствуют, в столь близком нам XX веке на нашей родной земле жили святые, повторившие подвиг первохристианских мучеников и стяжавшие нетленные венцы на небесах. «Мы – сограждане святым, и это не наша заслуга, но великая милость Господня». Десять из двенадцати героев этой книги – скромные белые священники, всю жизнь служившие в белорусской глубинке, семейные, зачастую многодетные. Они были такими же, как мы, а сейчас они молятся о нас у престола Всевышнего. Что возвело обычных людей на вершину святости? На тайной вечере, в шаге от своих крестных страданий, Спаситель произнес «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Служение Христу неотделимо от готовности взойти за ним на Голгофу. Новомученики откликнулись на призыв Спасителя и прошли свой крестный путь до конца. Это далось им совсем нелегко. Сохранилось много сведений о том, как будущим святым предлагали пойти на компромисс с совестью, пожалеть себя и близких, купив жизнь ценой отречения от Бога. Наши, христолюбивые земляки, остались верны своему выбору, подтвердив правоту народной мудрости. С креста они сходят, с него снимают. Теперь они в Царстве Небесном, будучи сынами Воскресения, а их пример светит нам доброй путеводной звездой. Верю, Господь любит наш край. Его благоволением и предстательством сонма белорусских святых на нашей земле обязательно будут рождаться новые подвижники веры, пророки надежды и апостолы любви. Церковь не только древняя, но и вечно юная, говорит святотеческое предание. А значит, многовековая традиция святости не угаснет никогда, но прибудет в мире, преображая и спасая мир. Новомученики и все святые Слуцко-Солегорской епархии, молите Бога о нас. Антоний, епископ Слуцкий и Солегорский. 17 марта 2019 года, Неделя Торжества Православия. Земля русская, ради святых!